Привет, ребята, меня зовут Таис, и вы на канале Мелия Таис. И я решила сегодня снять видео о советах для начинающих блогеров, как я. Погнали! Погнали! Здесь мои советы, мои 20 советов, которые я собирала с утра до вечера у всех блогеров, которые я могла найти. Я собирала у них хорошие советы, но у многих блогеров советы повторялись. Но я же не успаю, чтобы их миллиард раз выписывать. Поэтому я написала самые хорошие, которые мне понравились. Это не торопитесь, когда снимаете видео. Это просто идеальный совет, потому что если вы будете торопиться, когда снимаете видео, вы можете что-то сказать неправильно или что-то забыть сказать вообще. И вспомните это тогда, когда вы уже загружите видео на YouTube-канал. Это выберите удобную позу. Это хороший совет, потому что если вы будете сидеть рядом с кем-то и снимать видео, вам будет некомфортно снимать, вы будете стесняться. Лучше зайдите в свободную комнату, включите освещение. У меня лампа для учебы. И чтобы вам было удобно сидеть и снимать видео. Третий совет это следите за репутацией на видео. И это нормально, потому что если вы начнете видео с позитивом и закончите злым, яблокским лицом, и это будет как-то не очень выглядеть со стороны, и вообще это будет вообще ужас. Совет это вести влог с душой. Да, потому что если вы не хотите снимать видео, не снимайте. Если у вас душа хочет, душа желает снимать видео, то снимайте как у меня, потому что я только два дня назад решила открыть канал на YouTube. и много мотивации у меня появилось в душе, поэтому я теперь снимаю чаще видео. Все видео это 5 советств. Мы эти видео на темы, которые ищут люди. Да, это нормально. Если, например, у кого-то застрянется жвачка на волосах, то типа об этом снимите видео, что делать, если жвачка застряла в волосах. И не знаю, что там будет. И кто-то напишет на YouTube или в интернете, и там можете появиться вы, и этим можете вы продвижировать свой канал. Мой совет это не забывать о цели видео. Да, потому что если вы начнете типа видео, всем привет, ребята, это мой школьный влог, и дальше скажете типа, я вам хочу показать идеи блога, там так-так-так, и скажите, например, 20 или 30 идей блога, и закончите этим видео. И вы будете, когда пересматривать видео на YouTube-канале, и вы уже вспомните, только тогда споришь, о чем вы начинали этот влог, о чем было это видео. Мой совет, он вроде нормальный, но я его как-то не поняла. Сделайте пост удобными для чечения. Я это не поняла, поэтому посмотрите в интернете и не ставьте. Продолжаем. Восьмой совет это пишите крутые заголовки. Да, если вы там напишите влог, это будет как-то неинтересно, и вас не будут смотреть. Если вы там напишите, например, влог, как я покупаю отцом 10, например, или 12, или 13, который скоро уже вышел, вам это будет многим интересно, потому что даже мне такие видео интересны. И я смотрю такие видео очень даже часто. Поэтому пишите такие крутые, интересные заголовки, чтобы вас больше смотрели. Совет это снимайте хорошие вступления. Нормально, потому что если вы начнете... Всем привет, меня зовут Тейп, и уже там дальше скажите, что вы хотели снять. Ну, лучше начать типа все. Привет, ребята, меня зовут Тейп, и вы на канале Та-Та-Та. И вы скажете, о чем будет видео, и свою цель, и это будет интереснее. Совет это обновить старый контент. Ну, да, я хочу такое объяснять, потому что если типа обновлять старый контент, он будет от вас снова трендом, потому что если, например, было контентом раньше и сейчас, рунтур, например, он был раньше трендом, хитом, и вы снова его начнете снимать сейчас, это может как-то дальше продвинуть ваш канал, не знаю. Одинственный совет это не нужно покупать лампы, хватит того, что вы сидите за окном, или у вас есть лампа для учебы, и этого вам достаточно. Если у вас нету никаких ламп, и вы снимаете видео зимой или ночью, вы можете просто взять какой-то фонарик от телефона, или обычный фонарик поставить перед собой, и все будет так же. Всем пока, ребята, надеюсь, вам будут полезны мои 11 советов для начинающих блогеров во время продвижения вашего ютуб-канала. Кстати, вы можете брать советы из моих видео и снимать об этом свои видео. И на этом все, всем пока, ждите мои следующие полезные видео. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok